Всем привет. Вот рука. Сегодня я расскажу вам. Сегодня мы с вами вместе исследуем Землю. Мы посмотрим на нее очень внимательным непредвзятым взглядом и постараемся выяснить форму нашей планеты. Узнать, какая она круглая, плоская или какая-то другая. В научных кругах разгораются споры. Кто-то утверждает, что Земля плоская, кто-то говорит, стоит на своем, утверждая, что Земля круглая. Этот спор неспроста. Скорее всего, этот вопрос реальный и он требует определенного прояснения. И сейчас мы с вами это выясним. Итак, посмотрим непредвзятым взглядом. Если смотреть на круг, то он выглядит как круг. Если смотреть на плоскость, то она выглядит как плоскость. Если смотреть на плоскость, которая загнута в круг, то она выглядит как плоскость, загнутая в круг. То есть, то ли круглость, то ли плоскость — непонятно. В этом плане, конечно, нужен определенный инструмент для того, чтобы прояснить. Наш главный инструмент — это острый ум и умение смотреть на вещи прямо и трезво. например, вот только что прошел дождь. И если представить, что Земля круглая, то вот вся вода, вот она бы стекла куда-то, она бы продолжала течь, течь, течь. Она бы все время стремилась с круга куда-то стечь. Она бы текла, и она бы разгонялась все быстрее, пока течет. И в конечном итоге разогналась бы до скорости света, и мы бы ее просто перестали видеть. С другой стороны, если Земля плоская, то вот если она плоская, то Земля бы вообще никуда не текла. И особо бы течь было некуда и незачем на плоскости, потому что что куда-то течь? Бессмысленно. Не дай бог еще с края куда-то скатишься, и потом вообще не вернешься обратно. Поэтому вот что, давайте посмотрим вокруг. Если у нас взгляд острый, если мы можем смотреть смело и прямо, то мы с вами увидим истину воочию и начинаем смотреть. Если мы посмотрим вот на то, что мы видим сейчас, это можно назвать... Можно ли это... Вот как вы это можете назвать? Можно ли это назвать плоскостью то, что вы видите? В принципе, не очень похоже на плоскость, правда? Можно ли это назвать какой-то окружностью или эллипсом приплюснутым? Тоже в целом не очень похоже ни на окружность, ни на шар, ни на эллипс. Вообще говоря, и говоря честно, даже не представляю, как это можно было бы назвать. Есть ли у этого геометрическая, у этой формы какое-то название, скорее всего нет, еще не придумано. Поэтому выходит, что выходит, мы с вами только что обнаружили нечто неизведанное. Нечто, что еще даже не открыто. Понимаете? То есть это уникальный опыт и это впервые глаз человека смотрит на это и придумывает этому название. Теперь идем с вами дальше. Непосредственно мы буквально шагаем. Я надеюсь, вы все хорошо, очень хорошо понимаете, зачем нам знать форму Земли. Потому что иначе мы с вами вообще оказываемся какими-то незнайками. Ходим почему-то не зная чему и даже не знаем какая у этого форма, у того почему мы ходим. Какие-то как-то, ну, немного позорно даже выходит, что так. Ну, давайте попробуем быть чуть смелее. И что, если мы не знаем, почему мы ходим? Что тогда? И нужно ли нам знать вообще? И кому это вообще нужно? Кому нужно знать форму Земли? Те, кто, например, занимается Землей, им, наверное, нужно знать. Или те, кто увлекается различными формами, наверное, они могут быть заинтересованы в этом. Но если вы не увлекаетесь землей, какими-то, может быть, формами, реформами земли, земельными, и, в принципе, формы разные вас не так-то уж сильно интересуют, то есть у вас нет хобби такого увлечения какого-то внутреннего стремления к формам, к различным познанию форм, к какому-то, к накоплению, может быть, форм к открытию разных новых форм, то, может быть, это и особо не такая уж и важная тема, которая, в принципе, ну, можно даже не трогать и оставить как-то ее в покое. Может быть, не нужно вам больно-то знать, ну, круглая Земля там, или она какая-то плоская. Вообще, честно говоря, вот я лично, я склоняюсь к тому, что у Земли нет какой-то формы. Даже трудно в это поверить или представить себе, но вот что-то внутри мне подсказывает. Не то чтобы Земля бесформенная совсем, у нее, конечно же, есть форма, но не все так однозначно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok